Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и мы продолжим сейчас разговор о послании апостола Павла к Колоссиным и обратимся ко второй главе. Как я уже говорил, послание к Колоссиным одной из причин своего написания, по-видимому, имеет распространение среди христиан той эпохи, в том числе и в Колоссах, тех или иных религиозно-философских, гностических учений, может быть, и даже в меньшей степени философских, но не слишком связанных с благовестием Христовым по содержанию учений. И вот апостол Павел пытается некоторым образом предостеречь и дать своему читателю такой взгляд на устроение мира и устроение жизни, чтобы люди не соблазнялись этими сомнительными учениями. Поэтому он говорит о Христе, в котором центр всего, в предыдущей главе он об этом говорил. Во второй главе он говорит, смотрите, вот ради вас, ради других христиан, которые владики в Иераполе, я переношу подвиг и пишу, и тружусь для того, чтобы утешились сердца, соединенные в любви, утешились сердца, соединенные в любви. И дальше он говорит о Христе, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. То есть люди, которые вокруг Иисуса с Иисусом Христом соединяются в любви, они обретают в нем, именно в нем, не в каких-то сомнительных учениях, вот эти все сокровища премудрости и разума, премудрости и ведения. И дальше апостол говорит о том, что он радуется тому, что вот так веруют во Христа жители христиане Колосс. И он говорит дальше, что вот вы приняли так Христа, как центр всего и личности Иисуса Христа, отношения с которым дают вам и место в мироздании, и примирение с Богом. Ну вот так и ходите в нем, так и ходите в нем, будучи укоренены, утверждены в нем. И смотрите, чтобы кто не увлек вас пустой философией. Ну, это не означает, что апостол Павел непременно будет плохо относиться к любой философии, но тем не менее он очень обеспокоен тем, что может оказаться для нас увлекательным философия пустое обольщение по преданию человеческому, а не по Христу. И по совести сказать ведь дальше мы видим в истории христиан, как часто именно собственно учения, в которых невозможно понять, до какой степени они человеческие, может быть, даже и только человеческие, на такая вот любомудренная словесность, увлекают нас, отвлекая от личности Христа, понимаете, потому что мы часто все силы душевные, интеллектуальные, телесные тратим на слова о Боге, но не на Христа, в котором мы с Богом встречаемся, и не на то, чтобы ходить во Христе. Так что это для нас тоже очень важное предупреждение. И апостол Павел здесь же пишет, в нем обитает вся полнота божества телесно. Мы с вами, конечно же, не можем почти ничего разумного сказать о том, что такое воплощение Сына Божьего, как оно совершается. Преподобный Иоанн Дамаскин в одном из стихотворений, посвященных Престой Богородицы, говорит, что вообще об этом лучше помолчать, удобие молчания по-славянски, да? Но что мы при этом знаем, не понимая, как? Что вся полнота божества во Христе пребывает телесно. Знаете, в связи с этим, конечно, вспоминается книга «Второзаконие», где о даровании закона Бог говорит, заповедь, которую я тебе даю, она для тебя доступна, она недалека от тебя. Так вот и здесь. Полнота божества, которая, казалось бы, должна была бы быть для нас абсолютно, полностью недоступной. Вот она дана нам. Это встреча во Христе с полнотой божества дана нам. И это потрясающая на самом деле вещь, потому что таким образом мы можем действительно вместе, соединяясь с Господом Иисусом Христом, эту полноту божества, полноту жизни найти. Если в нем обитает вся полнота божества телесно, то и встреча с ним – это встреча со всей полнотой. И вы, говорит апостол Павел, имеете полноту в нем. Таким образом, речь идет о том, как человеческая жизнь из мрачного и бесперспективного прозябания на каком-то павианье уровне превращается в жизнь. А вот как. Потому что мы имеем полноту в нем. И в нем, говорит апостол Павел, вы и сами обрезаны обрезанием нерукотворенным. В нем, в том, как с Иисусом Христом строятся ваши взаимоотношения, вы становитесь народом Божьим, становитесь частью тела церкви. И вот дальше апостол продолжает. И погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верой в силу Бога. Здесь тоже очень длинное предложение, и достаточно трудно коротко проследить, как движется мысль апостола. Но вот один из фундаментальных моментов, который, кстати говоря, имеет параллели в других посланиях, в послании к римлянам, в частности, что изменения человека внутренние происходят, когда мы соглашаемся на жертву Христова, соглашаемся на то, что его крест был за нас, ради нашей жизни. Мы погребены с ним в крещении и воскресаем вместе с ним, в нем воскресаем верой в силу Бога. Апостол говорит о том, что вас, которые были мертвы во грехах, Бог оживил вместе с Иисусом Христом. Знаете, святитель Иоанн Златоуст отчасти в некоторых произведениях, в том числе мельком и в пасхальном слове тоже, применяет этот образ. Он говорит о том, что Господь Иисус стал как бы таким рыболовным крючком, который вытягивает всех, кто соединяется с ним, вытягивает из смерти в жизнь, из мрака в свет. Вот оживил вместе с ним вас, которые были мертвы во грехах. Он оживил, простив нам все грехи. Апостол говорит о том, что мы приобщаемся к жизни, поскольку приобщаемся к Господу Иисусу Христу, поскольку мы слушаем его слово, пытаемся жить достойно его и обретаем в нем полноту жизни. Таким образом, понимаете, здесь хоть Павел и использует кое-где слово учение, но на самом деле смысл всего, что влечет нас к жизни, именно в личности Господа Иисуса Христа. И здесь апостол также, может быть, следуя на самом деле логике пророка Исаии Вавилонского до некоторой степени, говорит о том, что когда мы соединяемся со Христом, когда мы отдаем ему свою жизнь и принимаем его страдания, когда его крест действительно в нашем сердце утверждается, или, как выражается еще пророк Захария, когда мы возрыдаем о том, которого пронзили, вот тогда меняется сам человек, меняется, раздирается рукописание его вины, меняются отношения с Богом, дается прощение. Это для апостола Павла чрезвычайно важная мысль. Вот он говорит о том, что этот завет, новый завет, это искупление и освобождение, все это совершается для нас в нашей встрече с Иисусом Христом. Обращаясь, как часто апостол это делает, от более или менее общего заявления к частностям в качестве иллюстративного примера, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот он говорит, и так, да никто не осуждает вас за пищу или питье, или какой-нибудь праздник, или новомесячий, или субботу. Ну, потому что в те времена, в разных христианских общинах, были очень разные представления о том, что можно, чего нельзя есть, когда или как, что, когда следует праздновать и так далее. Вот он говорит, что это все тень будущего, а тело во Христе – тень будущего. Понимаете, с человеческой точки зрения кажется наоборот, что тело вот в этих всех наших земных устроениях, что мы там едим или чего, когда празднуем, а на самом деле все наоборот. И это тоже очень важная для апостола Павла вещь. И вот он говорит о том, что вы во Христе умерли для стихии мира. Если вы, как видит это апостол Павел, соединены со Христом, в нем вам дано примерение с Богом, Новый Завет и вот новая жизнь, то тем самым вы не подвластны стихиям этого мира. И пора, считает апостол, эту неподвластность реализовывать на практике. Зачем вот так много обращать внимание на какие-то тленные вещи? Очень важно еще тоже для нас увидеть, что Павел совершенно не разделяет, скажем так, возвышенное и приземленное, общетеоретическое и конкретно практическое христианской жизни. Для него это все единое целое, которое организовано вокруг встречи со Христом как центра. Продолжение следует...